Поскольку материала всегда не хватает для самостоятельной работы, мы решили показать вам еще одну четвертую связку. Ну, назовем ее бонусную. Давайте посмотрим. Если вам понравилась такая связка, давайте научимся ее выполнять. Начнем с того, что поймем, как мы окажемся в той точке, откуда мы начинаем танцевать эту связку. Ну, например, мы начинаем вот отсюда танцевать. Но когда ваш выход или начинается музыка, как правило, вы стоите где-то в сторонке. Например, вот здесь, в кругу своих товарищей. Ваш выход, и вам нужно как-то там оказаться. С первого движения, с первого шага на танцпол уже началось ваше представление, ваш танец. Давайте выйдем обычным, известным нам уже движением кик в ту точку, откуда мы начнем танцевать. Где бы вы ни были, например, здесь, можете немножко бочком выйти кик в эту точку. И как только вы здесь оказались, начинаем танцевать эту связку. Первые четыре движения – это кик. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Вы это движение учили, поэтому я повторяться не буду. Следующие четыре движения так же выполняются, как и кик, только чуть-чуть в сторону. Раз, два, три, четыре. Механически, энергетически, точно так же, как кик, только чуть-чуть в сторону. И если в кик у нас разноименно с ногой рука работает, да, то когда в сторону, у нас работают обе руки. Как будто вы что-то взяли и выбрасываете от себя, да, одновременно обеими руками. Раз, два, три, четыре. Попробуем все восемь движений вместе. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Продолжаем изучать этот выход. Следующее движение. Вы помните, что мы закончили вот так. Следующее движение. Посмотрите. Подбиваем ногу. Подбиваем ногу, подбиваем ногу, подбиваем ногу. Вот такое движение, да? Получается так. Закончили. Слегка поднимаем и как бы подбиваем эту ногу. Раз и два. Еще раз. Закончили. Раз и два. Еще раз. Раз и два. И сразу эту ногу на кросс-степ. Три, четыре. Вместе сделаем вторую часть. Раз и два. Три, четыре. Значит, когда вы делаете вот это движение, руками нужно тоже работать. Раз и два. Три, четыре. С самого начала все движения вместе. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. И сразу продолжаем. Движение индиан степ. С правой ноги. Раз, два, три и четыре. Но у нас с вами это будет пять, шесть, семь, восемь, да? Раз и два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз сначала до той точки, до которой мы доучили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь сложный элемент. Это заход на чейрфриз. Выполнять будем для цели этой связки следующим образом. Нога по циркулю. Опорную руку. Хоп. Чтобы грудью оказаться и лицом в камеру, к зрителю, к сопернику. Этот элемент немножко посложнее. И, честно говоря, он не соответствует начальному, начинающему уровню. Но мы решили его включить. Будем считать, что этот элемент выше начального. Ну, где-то так. Не дотягивая до среднего уровня. Давайте научимся этот элемент выполнять. Не буду повторять, что у вас должны быть кистевые суставы размяты. Шея должна быть в рабочем состоянии. И вы должны быть разогреты. Значит, вот мы с вами закончили. Левая нога готова замахнуться. Чтобы пройти по окружности. Как будто вы циркуль. Вот таким образом. Еще раз. Раз. Дальше. Вы ставите опорную руку. Посмотрите. Не вот так. Не вот так. А пальцами назад. Для того, чтобы в конечном положении не вывернуть себе руку. И через положение тату занимаете, опираясь смело на голову. И получается чейрфриз. Давайте попробуем еще раз с самого начала до чейрфриза. Итак. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. И сразу движемся дальше. 5, ставим правую ногу, которая у нас вверху, это будет 5. Левую ногу проносим под ней. 6, 7 и 8. Вот такой счет у нас будет. Посмотрим еще раз, начиная с чейрфриза. Мы находились в таком положении. Это был у нас счет 4. 5, 6, 7 и 8. Закончив вот в таком положении на счет 8, продолжаем, переходя на известный нам 6-степ. Со следующим счетом. 1, 2, 3. 3, 4. Повторю. Смотрите внимательно. Закончили на счет 8. 1, 2, переворачиваемся. 3, 4. 5, 6, 7, 8. Элемент, когда вы из краба, из положения краб, переходите на голову, это тоже элемент, уже более соответствующий среднему уровню. Давайте отдельно посвятим время, чтобы его изучить. Я покажу вам боком. Мы с вами были в положении baby freeze. Возвращаемся в краб. И отсюда нужно встать на голову. Думаю, что сразу не получится сделать, выполнить этот фриз с таким переходом. Но мы специально даем вам материал, чтобы вам было над чем работать. Посмотрите, другой стороной еще раз этот переход. Baby freeze. Будьте осторожны с шеей. Голова, скорее всего, с ней ничего не случится. Просто, ну, может быть, больно будет. А шею можно свернуть. Поэтому, всегда готовьте шею и выполняйте соответствующие упражнения. Последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, на положение ног во фризе, когда вы стоите на голове. Я покажу так, чтобы лицо было к вам. Вот такой фриз. Если вы вот так ноги сделаете, он будет смотреться немножко как бы недоделанно. Так же не следует касаться ногой. Старайтесь, чтобы нога вот этого была горизонтальна. Тогда фриз будет качественный и красивый. Повторим всю связку от начала до конца. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и как-то красиво встаньте. Левая нога. Сели. Один оборотик сделали. Вот так встали. Теперь давайте сделаем под музыку. На этом мы заканчиваем начинающий курс Би-боя. Вы уже не новичок. Поздравляю вас с этим. Встретимся на следующих уровнях. Добро пожаловать в мир Брейк Данса!